Для изготовления нашего бытового инструмента потребуется деревянная доска толщиной примерно 50-60 мм. Лучше всего, если эта доска будет из твердой породы древсины. В данном случае я буду использовать ножку от какой-то савдеповской мебели. Что она за порода дерева, я не знаю, но явно не сосна. Произведу удаление ненужного отрезка. Размечаю севую линию на получившейся заготовке. Шкребу чертилкой, сделанной ранее. Простого карандаша нет, не подвезли еще. Кстати, иглы, о которых я спрашивал у вас, и в самом деле патефонны. Правда, не совсем понятно, зачем они закалены. Вопрос остается открытым. Отступаю от края заготовки, ориентировочно 28 мм. И намечаю будущее отверстие. Далее мне потребуется перьевое сверло на 30 мм. Именно этим сверлом и сверлю отверстие. Кстати, достаточно проблематично было приобрести данное сверло. Почему-то, по неизвестным мне причинам, в продаже в основном сверла комплектом диаметром до 20 мм. Точнее, до 25 мм. В общем, сверлю. По чуть-чуть, подача минимальная. Просверлил отверстие. И теперь разрежу заготовку ровно на две половины. Готовчинка. Теперь слегонца облагорожу деревяху тарелкой с наждачной бумагой. Данная операция необходима исключительно с целью последующего декорирования. И никаких практических целей не несет. Да, конечно, в квартире подобным занятием все же лучше не заниматься. Все вещи в пыли, в древесных опилках. Мелкозернистых. Теперь покрою дерево железным уксусным раствором. Заодно, кстати, и проверю, как выглядит раствор. Точнее, как влияет данный раствор на другую породу дерева. Напомню, что, когда я делал данное вещество, тогда я проверял его на сосне. Если кто не видел данное видео, рекомендую вам его посмотреть. Ссылка сейчас появится в правом верхнем углу. Состаривание прошло вполне успешно. Опять же, фиг его знает, что оно за дерево, но смотрится гораздо более привлекательно, нежели в случае с сосной. Кстати, может кто знает, из какого дерева производились мебельные ножки при СССР. Отпишитесь, пожалуйста. Буду вам признателен. Далее мне потребуется два отрезка резины. Лучше всего, если резина будет иметь перфорацию. Почему это так важно, скоро все поймете. У меня резины с перфорацией нет, и в этой связи придется делать ее самостоятельно. Сначала нарежу шмат резины на две полосы шириной 28 мм. Кстати, на удивление, моя чертилка отлично справляется и с данной задачей. Хотя, наверное, в данном случае многое зависит и от самой плотности резины, от его качества. Выполню перфорацию чудо-приспособлением, изготовленным ранее. Уверен, устройство справится с этим на отлично. А для того, чтобы перфорация была максимально выражена, максимально глубокая, так сказать, слегка нагрею приспособу с предварительно зажатой резиной. Здесь главное не передержать. А то будет беда страшная в виде расплавившейся в тонкую соплю резины. Потом бери, очищай плиту. Кошмар какой-то. А ну давайте-ка глянем, что вышло. В целом получилось нормально. Хотя я бы, конечно, еще кецик подогрел бы. Ладно, сойдет. Приклеиваю резину к деревянным заготовкам. Клей использую, не побоюсь этого слова, легендарный. 88-й. В советские годы он занимал второе место после БФ-2. Ну, так говорят, по крайней мере. А вот же ж. Опять полузасохший клей продали. Ну что за люди, ну как же ж так можно? Что за неуважение к покупателю? Я помню, кстати, когда-то, достаточно давно, вообще полтюбика полностью затвердевшего клея купил. Помню, ругался, конечно, страшно тогда. Поскольку, что так, что так, придется мне наслаждаться парами клея, добавляю к общей гамме еще и запах лака. Пусть детали сохнут комплексом. Лак и клей успешно высохли. И теперь с помощью лезвия отрезаю излишки резины. Далее нам потребуется петля. Самая обыкновенная петля. Подошла бы и покороче, но короткую и более-менее прочную мне найти не удалось. В общем, пришлось от этой петли, которую мне удалось купить, отрезать лишнее. Прикручиваю петлю между деревянными изготовками с помощью саморезов. В конечном результате получилась вот такая незамысловатая конструкция. Для чего же она нужна? На самом деле все просто. Например, имеем бутыль с лаком или краской, который длительное время не открывался. Вручную открыть такую бутыль невозможно. Обычно я пользовался баллонным ключом, но им далеко не всегда удобно производить подобную манипуляцию. Губки проскальзывают и невозможно надежно ухватиться за крышку бутылки. Именно в таких случаях мне пригодится созданный мной инструмент. Такому ухвату любая бутылка, что называется, по зубам, откроет без проблем. Кто-то скажет, что практичность всего устройства близится к нулю. Друзья, ну, частично соглашусь с вами. Однако, тем не менее, в некоторых случаях, я думаю, этот инструмент будет очень выручать, так сказать. По честности, мне просто достали эти бутылки, не открывающиеся. У меня и морилка так же самое, и лак. Уже насобиралось этих компонентов достаточно большое количество. И постоянно носиться с ключом, но оно когда не камильфо. Вот, собственно, и всё. Пишите свои мнения по поводу данной конструкции. Будет интересно почитать. Естественно, напоминаю, что матерщинники, хамло, бэдлота и вся прочая нечисть банится на корню, без права, так сказать, помилования. Ну, а хорошим подписчикам всего хорошего. До новых встреч. Жму руку. Покеда. Счастливо. Всё. Покеда. Всё. Покеда. Всё. Всё. Всё.